Продолжение следует... Главное управление по вопросам миграции МВД, и мы свяжемся с адвокатом, получим все документы и как-то будем помогать, чтобы этот вопрос разрешился. Тем более, что вообще формально, если только, не дай бог, не возникла такая бумага из конторы, в которой эта женщина признана каким-то человеком, который вредит безопасности страны, то никаких, я думаю, что таких серьезных проблем не будет, потому что, к сожалению, миграционные службы, даже не законодательство, законодательство несовершенно. Есть очень много таких пробелов, когда те, кто приезжает даже на постоянное проживание из постсоветских республик с безвизовыми границами, оказываются в положении, когда через 30 дней, пробыв 90 дней, 3 месяца, надо выезжать назад на 3 месяца, а человек, может быть, приехал и уже, как бы у него там ничего не осталось в той стране, откуда он выехал, а он не успел за эти 3 месяца пройти необходимые процедуры для того, чтобы иметь возможность, иметь право находиться в России, а эти возможности не так просто реализовать. Все это как бы известно, и это больные вопросы, их надо решать. Вот мы слышали от Константина Федоровича, что даже вот сейчас начали уже говорить о том, чтобы для тех, кто хочет получить гражданство, прежде всего из той категории, кого Россия признает своими соотечественниками, не требовать от них выхода из гражданства страны проживания. При этом, конечно, человеку могут возникнуть коллизии, когда он не сможет этим воспользоваться, но, по крайней мере, такого препятствия, если такое препятствие будет снято, то слава Богу. А я, честно говоря, приехала к вам как бы поискать сочувствие и пожаловаться. Пожаловаться на проблему, вот Затулин сказал о возможной предстоящей, ну, своеобразной репатриации, когда соотечественникам будет предложено, ну, стать гражданами России. Но, к сожалению, в нашей стране идет еще и другой процесс. Я его называю не репатриацией, а депатриацией. Когда у граждан России, получивших паспорта на законных бланках, полномочных органах, вдруг этот паспорт отбирают, потому что при очередной проверке, которую имеют право делать правоохранительные органы, обнаружилось, что в их деле по гражданству какие-то упущения. Чего-то нет, не так записано. Причем уже установлено еще в 2007 году, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, что такие упущения есть, и они не связаны с ошибками или с предоставлением каких-то недостоверных данных. Они связаны с тем, что вся эта, как бы, система только складывается, она до сих пор только складывается. Ошибки в базах данных, при переводе этих баз из журналов разных ведомств до электронные. Это все известно. И тем не менее, виновным становится человек, у него изымают паспорт, а паспорт, являясь удостоверением личности, он является и удостоверением гражданства Российской Федерации. И вот в прошлом году до суда ЕСПЧ дошли два гражданина России, которых вот таким образом лишили паспортов. Они шли туда нескоро, это прошло несколько лет, за эти годы они получили вновь российское гражданство по другим основаниям, но все-таки суд ЕСПЧ рассмотрел эти жалобы и присудил России штраф, поскольку вот такое лишение паспорта, безвинное лишение паспорта является вторжением в личную, в частную жизнь человека, нарушение статьи 8 Конвенции по правам, Европейской Конвенции по правам человека. Этот штраф в 5000 евро Россия уплатила, а в этом году, что тоже очень важно, наконец-то впервые Верховный суд Российской Федерации, рассмотрев жалобу, с которой дошла гражданка России, у которой тоже изъяли паспорт, потому что сказали, не принимала гражданство. Вот она принимала гражданство в посольстве, она жила в Казахстане, в посольстве Казахстана, в соответствии с законодательством, которое было в тот момент, действовал первый закон Казахстана о гражданстве, она приняла, вот о всех данные есть, о ней нет. Ну вот нет в базе данных, не внесли, пропустили, букву забыли, не могут найти в электронном, не знаю. Ну, во всяком случае, Верховный суд рассмотрел очень справедливо, очень такое четкое решение, паспорт присудили, приказали, хотел сказать, вернуть, паспорт вернули, то есть сдвигается с места «но». Но есть вот еще такая проблема в депатриации, когда гражданство России либо лишают, либо не допускают рожденных в России граждан. Вообще закон Российской Федерации в отношении тех, кто рожден на территории России, закон 1-й, 91-го года, четко определил, люди, которые родились на территории Российской Федерации в период СССР, то есть были гражданами СССР, они признаются имевшими гражданство России по рождению. Имевшими, почему так написано, потому что они могли отказаться, ну, к этому моменту. Но если они к 6 февраля 91-го года от своего урожденного гражданства не отказались, они признаны законом. И когда бы они не вернулись на территорию Российской Федерации, где бы они не жили, они остаются гражданами России по рождению до тех пор, пока сами не заявят о своем желании от этого гражданства уйти, ну, по каким-то причинам. Тем не менее, тем не менее, это положение сейчас с изменением закона, принят новый закон в 2002 году, фактически перестало работать, работает только в небольшой части в отношении... Санкт-Петербург. Я заканчиваю. Поэтому я пришла, ой, пришла вот сюда, радуюсь, что я здесь, вот возле этого микрофона, пожаловаться и попросить вашей помощи. Я, к сожалению, в европейских документах по гражданству не нашла каких-либо процедур, ограничивающих или разрешающих вопросы гражданства, связанные с нарушением административных процедур. Но наверняка не только наши российские чиновники ошибаются при оформлении документов. И вот очень вас прошу, вот отдам всем свою почту, пришлите мне, если вам известно, как в вашей стране, где вы живете, решается вопрос, если вдруг обнаружены ошибки дела производства в вопросе гражданства. Потому что, ну, пробивать наших чиновников, ну, вы знаете, в России, как бы, очень важно, когда есть зарубежный опыт. Ну, ребята так везде делают. Я вас прошу, помогите мне. Спасибо большое.